Здравствуйте! Да, действительно, с 2020 года пресловутые 50-рублевые пособия на детей уйдут в прошлое. Претендовать на выплаты 12 тысяч рублей смогут семьи, имеющие ребенка до 3 лет и доход ниже двух прожиточных минимумов. Детские пособия вырастут до прожиточного минимума. Соответствующий документ подписал Владимир Путин. По новому закону на выплату могут претендовать орловские семьи с доходом менее 20 тысяч рублей на человека. Они будут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Новый закон вступит в силу 1 января будущего года. Он увеличит число получателей таких пособий почти в полтора раза, затронув три четверти родившихся орловчан. Сейчас выплаты получают только те семьи, у которых доход на одного человека менее 15 тысяч рублей. «Орелстат» подсчитал прибыль орловских предпринимателей. В первом полугодии она составила более 9 миллиардов рублей. 182 организации получили доход свыше 11 миллиардов рублей, а 94 компании сработали в убыток. Его сумма – 2,5 миллиарда рублей. Еще одно исследование от «Орелстата». Цены на овощную продукцию снизились. Это связано с сезонной урожайностью. В регионе подешевели овощи. Цена на лук упала почти на 5 рублей, капусты – на 9. Меньше стали стоить и картофель с морковью. А вот цены на топливо выросли. С января бензин в среднем подорожал более чем на процент. Помимо дополнительных расходов на топливо, автолюбителям придется потратиться еще и на новый налог. Правда, начислен он лишь 280 орловчанам, у которых стоимость авто превышает 3 миллиона рублей. В совокупности эти автовладельцы пополнят бюджет на 6 миллионов рублей. У ФНС по Орловской области напоминает, что оплатить налог необходимо до 2 декабря. Продолжение следует...